Привет, дорогие друзья! Это снова English Show. Помните о том, что у нас есть онлайн-школа английского языка, где наши преподаватели, которые просто профи во всех временах английского языка, и они с удовольствием готовы вам помочь. Если вас это интересует, то ссылка в описании под этим видео. Итак, сегодняшняя тема — это Past Perfect. Past Perfect — отличная фраза, не правда ли? Прошлое прекрасно. Вот так вот звучит это время. Поехали, ребята. Итак, Past Perfect показывает действие, которое произошло раньше другого действия или определенного момента в прошлом. То есть, это действие случилось перед другим действием в прошлом. Например, После того, как зашло солнце, мы увидели тысячи светлячков. Первое действие случилось до того, как мы увидели светлячков. Это Past Perfect. Обратите внимание, как образуется Past Perfect. Это Head, а также третья форма глагола. Past Perfect — это действие, которое произошло до какого-то другого действия или момента в прошлом. Вот это другое действие в прошлом чаще всего обозначается Past Simple. И при этом могут использоваться специальные слова. Например, By — к какому-то времени или к какому-то моменту. After — после того, как. Before — перед тем, как или до того, как. When — когда. Earlier — раньше. First — сперва или сначала. Вот такой пример. We arrived at the station at 10.30, but the train had left. Мы прибыли на вокзал в 10.30. И эта часть предложения выражена в Past Simple. Но поезд уже ушел. Эта часть предложения выражена в Past Perfect. Потому что поезд ушел до того, как мы пришли. То есть, сначала поезд ушел, а потом мы только прибыли на вокзал. He had been a usual clerk before he became a successful businessman. Он был обычным клерком. То есть, обычным офисным служащим. До того, как стал успешным бизнесменом. He had been a usual clerk. Это действие, эта часть предложения выражена в Past Perfect. Потому что это случилось до того, как он стал успешным бизнесменом. Нередко Past Perfect объясняет нам причину. То есть, мы хотим показать, что действие, выраженное этим временем Past Perfect, стало причиной того, что что-то произошло. Она не могла купить новые джинсы себе, потому что потеряла свою кредитную карту. Все это произошло в прошлом. Она в прошлом не могла себе купить. Но почему? Причиной тому стало еще одно действие из прошлого, которое случилось раньше, чем желание купить джинсы. Она потеряла свою кредитку. И в этом случае нам Past Perfect показывает причину, почему что-то случилось, почему что-то произошло. Хочется сказать, что время Past Perfect в чем-то похоже по значению на Present Perfect с той лишь разницей, что в Present Perfect нас интересует результат прошлого действия на настоящий момент. А в Past Perfect нас интересует результат в прошлом. Например, можем сказать Их нет дома в прошлом, потому что они ушли по магазинам. Нам они нужны сейчас дома, а их нет. Это Present Perfect. А вот его сравнение с Past Perfect. Их не было дома в прошлом, потому что они ушли по магазинам. В первом случае их нет дома, результат на сейчас. Во втором случае их не было дома, результат из прошлого. Другая небольшая общая черта Present Perfect и Past Perfect это такие наречия, как just, только что, already, уже и yet, уже или еще. На самом деле, в современном английском языке Past Perfect все чаще и чаще заменяют на Past Simple. Мы можем использовать Past Simple вместо Past Perfect, если последовательность событий понятна из контекста. В таких предложениях, например, встречаются такие слова, как After, После, или Before, Перед, или Early, Раньше, или First, Сперва, Сначала и так далее. Вот такой принцип. В каком случае вы можете заменить Past Perfect на Past Simple? Если вас в предложении, которое вы хотите построить, интересует череда событий, что что-то произошло друг за другом, какие-то действия в прошлом, то вы можете использовать Past Simple. Но если вы хотите подчеркнуть, что что-то, какое-то действие было закончено, оно было сделано к определенному моменту в прошлом, если это ваша мысль, то вам нужен Past Perfect. Вот такой пример это показывает. After he had finished repairing his bike, he took a shower. Здесь мы используем Past Perfect. Здесь мы хотим подчеркнуть, что к тому времени, как молодой человек или мужчина принимал душ, велосипед был уже починен. А вот как можно эту же мысль выразить. After he finished repairing his bike, he took a shower. Здесь мы используем Past Simple. Если мы просто хотим сказать, что сначала он сделал то, а потом он сделал это, мы вполне можем пользоваться Past Simple. Напишите, пожалуйста, в комментариях свои примеры предложений с Past Perfect. Люди, которые будут читать ваши комментарии, они будут набирать все больше и больше примеров, и им проще будет понять. Дорогие друзья, чтобы не пропустить наш следующий бомбежный выпуск, подписывайтесь на наш канал, если вы еще этого не сделали. Тогда вы не пропустите наши выпуски, которые выходят каждую среду. Также помните о том, что у нас есть онлайн-школа английского языка. Ссылка в описании под этим видео. Это были English Show. Увидимся в следующую среду. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok